Секунду А это мой офис Это впечатляет Правда, пока у меня нет клиентов Со временем будут Когда все узнают, что лучший сыщик Санта Барбара открыл собственное агентство У тебя не будет недостатка в клиентах Будем надеяться Как бы гордилась тобой, Иден Прости, прости Это была первая мысль, которая пришла мне в голову Ты добился завидных результатов Не извиняйся, ты угадала мои мысли Если мои усилия дадут положительные результаты Она была бы рада моему успеху Не сомневаюсь Ну как ребенок? Вовсю буянит Непоседа Он здесь Замечательно Джулия, если у твоих клиентов возникнут проблемы Посоветуй им обратиться в мое агентство Рекомендации будут самыми лучшими Мне пора Хорошо Спасибо Пока Как выживаешь? Элеонора, а что ты здесь делаешь? Она здесь работает Круз взял ее на работу? Не издеваешься? Видела бы ты ее послужной список Гремучая смесь Гениально, как Шерлок Холмс Неукротима, как Рэмбо Ну и что? Я ей не доверяю Она, конечно, не подарок Но высокие моральные принципы Это главный показатель профессиональной непригодности Не удивляйся этому Это норма И даже обязательное требование Что поделать? Приходится с этим мириться Завидное понимание Учитывая, что она твой главный конкурент Ну, мы выступаем в различных весовых категориях Не волнуйся Она сражается на передовой Надо сказать, довольно успешно У меня более скромная задача Подвозить боеприпасы Держать тылы И не мешать Крузу Не знаю, по-моему Круз с ней не сработается Все может быть Мне осталось проверить последнее рекомендательное письмо Мне бы не хотелось, чтобы моя небрежность Обернулась для Круза неприятностями Что-то я не слышу в твоем голосе уверенности, Перл Чтобы не было сомнений Все будет проверено дважды Рада была тебя видеть, Перл Пока, Эленор Удачи Спасибо Поздравляю Я же говорила, что от клиентов отбоя не будет Да, один уже есть Она сразу пошла на задание Ее не пришлось спросить Что ты делаешь? Снимаюсь двойной проверкой Последний взгляд на прошлый Мисс Норрис Ты разбудил мое любопытство Извини, пусть оно снова уснет Пока ничего интересного Еще успеешь сорвать маску Ладно Счастливой охоты Чао Поездка утомила малыша Он заснул Он за неделю так изменился Я рад, что вы дома Очень рад Что нам оставалось делать? Мы приняли условия ультиматума Если бы ты сама не хотела, ты бы не вернулась Я всегда мечтала жить здесь Мечтала иметь идеальную семью К сожалению, у нас совершенно разные представления о семье Мэйсон Но почему? Мои взгляды традиционно консервативны Принцип эксклюзивности отношений был и остается для меня основой брака Связи с другими женщинами запрещены Мы с Джулией не любовники, а просто коллеги Она перебралась в твою постель, как только я уехала, Мэйсон Она привозила мне документы Понятно Только вот делала она это очень долго Так долго, что совершенно здесь освоилась И стала отвечать на телефонные звонки Я собирал деревянную лошадку для ребенка У меня не было нужного инструмента Я пошел одалживать его у соседей Попросил Джулию отвечать на звонки Ты всегда найдешь оправдание Это правда, черт подери Почему я? Почему я вечно вынужден защищаться? Потому что Джулии всегда есть предлог, чтобы явиться сюда Она зашла по делу Могла бы позвонить по телефону Я просто не понимаю, зачем нужны эти личные встречи из-за всякой ерунды по работе Она то и дело к тебе обращается Я даже догадываюсь, почему Почему? Я не задавала этот вопрос раньше, лишь потому что боялась услышать ответ Но теперь спрошу Ты отец ребенка Джулии? Нет, Виктория, не я Поблагодарить? За что? За то, что я принес розу в больницу? Цветы были чудесные, но я благодарна не только за это Ты оказался в довольно сложном положении, когда родился ребенок Ты же знаешь, что Круз отец и никому ничего не сказал Хотя ситуация была непростая Честно говоря, я молчал только из-за Круза Я не думаю, что именно сейчас ему было бы приятно узнать Разумеется, ты очень предан Крузу И Джулии Да ладно, я не думаю, что ты способен выдать ее секреты Я знаю, ты умеешь хранить чужие тайны Хотя я представляю, как тебе было нелегко, когда она выдавала тебя за отца своего ребенка Честно говоря, я с самого начала не верила И поэтому, когда Мэйсон рассказал, как все было на самом деле Я была не очень удивлена Мэйсон тебе рассказал? Да Ты же знаешь, у мужа с женой не должно быть тайн Иначе, что это за семья? Конечно, мы с Мэйсоном не сразу доверились друг другу Но постепенно у нас не стало секретов Я рассказала все о своем прошлом И он тоже не стал скрывать, что именно он Отец ребенка Джулии Я восхищаюсь тобой, Виктория Твоим самообладанием Виктория, ты вернулась? Можно? Да, конечно Ну, как съездила? Отлично Ты, кажется, навещала мать? Да Она впервые видела внука Впервые Ну и как малыш перенес путешествие? Джулия, почему ты не спросишь о цели моего визита? Насколько я понимаю, ты хочешь поговорить со мной? Я только что видела твоего друга Перла Знаешь, о чем мы болтали? Если хочешь что-то сказать, говори прямо Я думаю, ты догадываешься Ты очень вежливо расспрашивала меня о моем ребенке Больше вопросов нет? Потому что у меня много вопросов насчет твоего Вернее, всего один и не очень вежливый Как ты думаешь, мне было трудно узнать, кто его отец? Я не знаю, что сказал тебе Перл, но ты очень расстроена, Виктория Поэтому я хочу знать, что он наговорил Нет, Джулия Я хочу узнать это от тебя Ты сама должна мне сказать Ну давай, скажи прямо Мейсон, отец твоего ребенка Черт побери, Джулия Мне надоело твое притворство Впрочем Мне уже ни к чему твое признание Я и так все знаю Виктория, я сейчас все объясню Не уходи Мне не нужны твои объяснения Я не хочу ни видеть тебя, ни слышать Джулио Энрайт Самостоятельная женщина, которой не нужен муж Действительно, зачем он тебе, если ты пользуешься чужими? Значит, ты одна решила вырастить малыша И при этом даже прославиться Как же решила сама вырастить ребенка? Как трогательно Как мило Где ты была? С тобой все в порядке? Нет, скорее наоборот Зачем ты снова солгал мне, Мейсон? Что? Всего несколько часов назад Я попросила тебя сказать мне правду Ты солгал О боже Мейсон, ты хоть немного любишь Хоть одну из нас Где ты была? После нашего разговора Я почти поверила тебе И все-таки я не выдержала Я пошла к Джулии И заставила ее признаться Ты была у Джулии? Да, была И потребовала сказать, кто отец ее ребенка И что же она тебе ответила? Бедная Джулия Она выглядела такой униженной Когда открылся ее секрет Ей не следовало признаваться Я знал, что твоя реакция будет слишком бурной Поэтому не стал говорить тебе Ты, наверное, не поверишь, но между мной и Джулией существовало всего лишь деловое соглашение Контракт Что? Ты слышала? Ты не мог придумать что-нибудь поумнее Впрочем, твои объяснения никогда не отличались правдоподобием Ты хочешь меня убедить, что вступил в любовную связь лишь для того, чтобы завести ребенка? Ты просто мерзавец! Негодяй! Я говорил тебе правду Субтитры сделал DimaTorzok